Здравствуйте! Наша программа для тех, кто хочет усыновить ребенка. Предлагаю познакомиться с очередным героем программы. Рядом со мной Алексей. Здравствуйте! Леша, сколько тебе лет? Шесть. Леша посещает нашу группу, старшую группу номер три, сентября месяца 2021 года. Это интеллектуально развитый ребенок, коммуникабельный, очень любит трудиться, в группе, на участке детского сада. На занятиях ребенок очень активный. Леша, нравится тебе заниматься, ходить в садик? Не нравится? А почему не нравится? В школу. В школу просто уже хочешь? Ай, да, ну это похвально тогда, раз в школу уже хочешь. А школа, чем тебя школа привлекает? Почему хочется тебе уже в школу с нетерпением пойти? Там учатся. Трудолюбивый. Значит, в чем проявляется его трудолюбие? Ребенок берет трудовые инструменты, берет грабельки, берет лопатки и самый первый принимает активное участие в труде. В группе тоже после занятий, после аппликации, после рисования ребенок тоже активно принимает участие в уборке. Леша, ну вообще, когда в школу детки идут, многие уже, кто-то умеет читать, писать, считать. Ты вот умеешь считать? Назови мне, какие здесь циферки? Это какая? Один. Молодец. А это? Три. Умничка. А это? Два. И это? Четыре. Ну вот, уже полдела сделано. Ребенок любит играть в сюжетно-ролевые игры, берет на себя главную роль. Активный на занятии, он тоже активно принимает участие, отвечает на вопросы подробно, полные ответы всегда. Настроение у ребенка всегда хорошее, очень коммуникабельный ребенок. Как ты считаешь, а кто в мире самый сильный? Ха. А кто самый добрый? Человек-полок. Леш, а добрый человек – это какой человек? Как он проявляется? Как можно определить, что вот этот человек добрый? Ну, что он разрешает все, что он не кричит, что он не обижается, что он не… что он красивый и некрасивый. Леш, а ты добрый? Леша активно играет со своими сверстниками, находит общий язык со своими друзьями. Он в основном всегда в главной роли. А если даже кто-то из сверстников просит ему уступить эту главную роль в сюжетно-ролевой игре, то Леша с удовольствием уступает эту главную роль своим друзьям. Леш, чем ты любишь заниматься вот в свободное время, когда не надо в садике учиться дома, например, да, или в садике, когда у вас игровая программа? Чем ты любишь заниматься больше-больше всего? Искаю структура, старый дом, и машины, и космолеты. А что такое счастье? Это чудо. А какие бывают чудеса? Что радуги разноцветные, что птички летают, что денег много, что мечты все сбываются. Вот такой рассудительный, милый и замечательный мальчик Алексей, которому 6 лет, и он ждет свою маму. Мы очень любим этого ребенка. Всегда ждем с нетерпением детский сад, и хотелось бы, чтобы всегда только сопутствовала удача этому ребенку. Граждане, которые приняли решение о том, что они могут усыновить ребенка, могут получить всю необходимую информацию, как в отделе образования по месту жительства, так и в центре усыновления. ПЕСНЯ Всю свою любовь